В то же время как-то началась какая-то новая полоса у отца и в работе, и во всём. Получил первую квартиру, получил уже первый орден, и второй до войны получил. Ну, первый орден, конечно, очень важен. Он прервал травлю его как кулацкого поэта. Даже ведь страна Муравия уже как-то подготавлялась вот её и запрет цензурный, и статьи такие обличительные. В Смоленске это было, хотя в Москве при обсуждении она получила очень восторженную оценку поэтов, в том числе и Пастернака. Асмус очень её одобрил. Разные там поэты были совершенно далёкие от Вардовского, но её одобрили. Но это, как говорится, шло бы своим чередом. Рассказывая о Смоленск, я как-то не остановилась на этом. Насколько у него тяжёлое там было положение, и насколько трудно это даже поэма писалась. Это только он мог писать, работать под эту свистопляску, обличение, кулацкий подголосок, кулацкий сын. Родители-то были высланы, даже и социальное положение подтверждало эти определения. Но главным было обвинение его поэзии. Ведь в стране муравей-то, которая сейчас объявлена была некоторыми критиками в перестройку, сталинистской, а тогда она была кулацкой, а она просто писалась о правде, как он её видел, как представлял. И кто осмелился бы тогда Сталину задать такие вопросы, как он задал? Товарищ Сталин, дай ответ, чтобы люди зря не спорили. Конец предвидится или нет? Все это и суеттории, и жизнь на слом, и всё на слом, под корень, под чистую. А что к хорошему идём? Ведь я не протестую. Он потом писал в 60-е годы, как интуиция подсказала ему несколько оглупить, простоватым сделать Мургунка, со всей его тревогой, сомнениями, что жизнь на слом. И верой в то же время, что, возможно, всё-таки колхозы избавят от этой нищеты, что принесут какую-то новую жизнь в деревню. Он верил в это? Верил. И в Сталина верил тогда. Так вот, эти-то вопросы как раз многими и были восприняты, как защиту кулаческих интересов. А про что там были куски, которые цензура исключила, и потом, когда он пытался восстановить после успеха поэмы, но поставил книгу под угрозу, всё-таки пришлось исключить. Об этом уже никто тогда не вспоминал. писал он всегда независимо от указаний, от установок, как надо писать. Даже если верил в эти установки. Верил он, верил в коллективизацию. А писал вот так, что их не били, не вязали, не пытали пытками, а везли, везли вазами с жёнами-пожитками. Вот это всё исключённое он восстановил только в 60-х годах при издании. Это всё было в поэме. А, конечно, при первых чтениях, при обсуждениях, это запомнили ортодоксы смоленские. И что там долго рассказывать об этой травле? Скажу, что ордер был на арест. И если бы он не уехал в Москву... Вот. Продолжение следует...